Уважаемые коллеги, позвольте выразить благодарность за приглашение на научную конференцию руководству Московского гуманитарного университета и лично Ольге Николаевне Четвериковой. Сегодня мне хотелось бы отметить основные проблемы и прогнозы, связанные с техногенным терроризмом, осуществляемым в Российской Федерации. Под техногенным терроризмом нами понимается терроризм, совершаемый с применением цифровых технологий, программного компьютерного обеспечения, оружия поражающего излучением и иных технических средств, устройств и новых видов оружия. Применение в криминальной деятельности оружия поражающего излучением вызвало множество проблем с криминалистическим и уголовно-процессуальным доказыванием. Такого применения. Особенностью рассматриваемого оружия, к которому мы относим электромагнитное, акустическое, инфразвуковое, ультразвуковое, явилось то, что оно поражает любого человека, минуя органы чувств и минуя любые преграды. Излучения, например, ионизирующие или неионизирующие, нельзя увидеть, нельзя услышать, их невозможно пощупать, но от этого их вредное влияние ничуть не уменьшается и потому от такого вида криминального нападения практически невозможно защититься. Пример я приведу чуть-чуть позже. Отсутствие определения оружия поражающего излучением в статье 1 Федерального закона об оружии приводит к проблемам в описании нового вида оружия не только в криминалистическом учении об оружии, но и в уголовном судопроизводстве. Само понятие техногенный терроризм включает в себя такие виды терроризма, как электромагнитный, электронный, психофизический и психотронный. Кроме этого, понятие техногенный терроризм дополняется различными новыми видами терроризма, которых сейчас множество и подробно на них останавливаться нет смысла. При непредвиденно быстрых темпах развития техногенного терроризма отмечается и тенденция омоложения возраста жертв такого терроризма. В ближайшие годы ему подвергаются, кроме взрослого населения, несовершеннолетние и даже новорожденные дети. Все чаще под обозначенные виды терроризма берутся целые семьи и родственные ветви. Приведу пример. Я рассчитывала, что здесь будут слайды, но... Можно, пожалуйста, давайте. Можно? Там папочка. Пока включаются слайды, я буду продолжать. Его примерим. Не так давно мы узнали, это был очень, я бы сказала, страшный случай применения дистанционного оружия, о котором я упомянула, к молодой женщине и ее несовершеннолетнему ребенку. Фамилия этой женщины Никонова, зовут ее Людмила. Проживает она в Нижних Свердгах, проживала, вернее, Свердловской области. Каким образом осуществлялось к ней применение новых видов оружия? То есть, когда, находясь дома, она засыпала, и ее ребенок засыпал, то просыпались они, в общем-то, практически в лужах крови и со следами ожогов. Папочка Людмила Никонова, да. То есть, это, так сказать, ну, чтобы вы представляли образ этой женщины. И я беру ее интервью по скайпу. Ну, достаточно. Интервью о психотронном терроризме, который осуществлялся в отношении нее и ребенка. И интервью о применении к ней оружия, поражащего излучением. Данное интервью опубликовал Московский комитет экологии и жилища. И после опубликования на своем сайте этого интервью, Московский комитет экологии и жилища обратился к Генеральному прокуратуру Российской Федерации с официальным заявлением о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении данных преступлений. До настоящего времени из Генеральной прокуратуры ответ Московский комитет экологии и жилища так и не получил. Еще я могу продемонстрировать телесные повреждения, которые получаются в результате применения такого оружия. То есть дутия вен, обесцвечивание кожи, то есть различные повреждения кожи. Вот такого плана бывают повреждения. Проколы глубокие, вплоть до костей. Это вот Людмиле были причинены такие повреждения. Сейчас мы посмотрим, какие повреждения причинялись сыну ее, несовершеннолетнему. Ну, аналогичные тоже ожоги, проколы. То есть ребенок засыпает здоровым, просыпается весь в травмах и больным, и, собственно, без сил. Ну, я не говорю уже о психологическом состоянии такого ребенка, да? Далее. Вот эта женщина Людмила Никонова обращалась в правоохранительный орган. Откройте папочку обращения. Вот ее многочисленные заявления и многочисленные постановления об отказе в возбуждении уголовных дел на эти заявления. Различными органами. Делами внутренних дел и так далее. И это несмотря на то, что матерью ребенка предоставлялись официальные медицинские документы о повреждениях и последствиях применения к ним оружия, поражающего излучением. Следующую папочку, пожалуйста, откройте. О том, что они на учете не состоят ни у психиатра, ни у нарколога, для того, чтобы, так сказать, им можно было доверять. И следующую папочку, анализ крови, да. И медицинские документы о том, что понижаются пилироби при воздействии такого оружия и ряд других показателей крови. Не говоря о том, что их можно зафиксировать еще иными медицинскими критериями, например, анализами различными и другими. Так вот, до сих пор преступные действия в отношении семьи Никоновых продолжаются. Несмотря на то, что и Московский комитет экологии и жилища среагировал, и мы опубликовали вот это интервью в целях обращения к правоохранительным органам, чтобы они как-то могли помочь этой женщине в защите ее прав и в защите здоровья ее и ее сына. Но до сих пор пока никакой реакции. Поэтому считаем, что необходимо дать уголовно-правовую оценку происходящим событиям на предмет установления фактов применения оружия и иных предметов, поражающих излучением. Они запрещены пунктом 6, часть 1, статьи 6 Федерального закона об оружии от 13 декабря 1996 года, номер 150 ФЗМ. То есть применение оружия и иных предметов, поражающих действия которых основаны на использовании радиоактивного излучения и биологических факторов, оружия и иных предметов, поражающих действия которых основаны на использовании электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения. Законодатель до настоящего времени не обозначил наказание за рассмотренные деяния. Поэтому целесообразно установить за них уголовную ответственность, адекватную и садейному, и необходимо отразить ее следующим образом. Следует дополнить часть 2 статьи 105, это умышленное убийство, главы 16 раздела 7 Уголовного кодекса Российской Федерации, абзацем М следующей редакции, то есть применением оружия поражающего излучения. Кроме этого, Уголовный кодекса Российской Федерации необходимо дополнить следующими нормами и статьями. Это статья 221 прим, применение запрещенных к обороту электромагнитных, инфразвуковых, ультразвуковых или иных других видов излучателей с целью причинения вреда. Статью 221 прим 2, незаконное обращение запрещенными к обороту электромагнитными, инфразвуковыми, ультразвуковыми и иными видами излучателей или носителей информации по их изготовлению или применению. Уголовный кодекс необходимо дополнить и статьей 221 прим 3, незаконное изготовление излучателей запрещенных к обороту, и статьей 221 прим 4, хищение либо вымогательство электромагнитных, инфразвуковых, ультразвуковых или иных видов излучателей запрещенных к обороту, статьей 221 прим 5, незаконное применение специальных технических устройств, программ по годированию или препаратов с целью управления психикой человека, статьей 221 прим 6, незаконная разработка производства приобретения, хранения, перевозка, передача, сбыт специальных технических устройств, программ по годированию или препаратов, предназначенных для управления психофизиологическим состоянием человека, статьей 355 прим 1, разработка, производство, приобретение, хранения, перевозка, передача, сбыт электромагнитных, инфразвуковых, ультразвуковых и иных видов излучателей, предназначенных для применения в качестве оружия массового поражения, статьей 356 прим применение электромагнитных, инфразвуковых, ультразвуковых или иных видов излучателей в качестве оружия массового поражения. Вот эти предложения под этим статьям уже были переданы нами в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и были зарегистрированы еще 6 декабря 2018 года и 28 декабря 2018 года в Государственной Думе Российской Федерации. Хотя им уже направлялось напоминание о том, что им направили предложение о дополнении Уголовного Кодекса. Кроме этого, следует отметить, что современные ученые повысили публикационную активность в освещении техногенного терроризма. Проводятся круглые столы, конференции, однако государственные органы вновь не уделяют этой тенденции и проблеме должного внимания. И, наконец, в декабре 2019 года планируется конференция уже на уровне ООН по обозначенному проблемам. Подводя итог вышесказанному, следует сделать выводы о том, что во избежание массовой гибели населения Российской Федерации необходимо принятие срочных законодательных мер, способных предотвратить многочисленные трагедии и преступления. Необходимо создание специального экспертно-криминалистического центра, а также подразделений по защите лиц, пострадавших от техногенного терроризма. И у меня будет большая просьба к участникам круглого стола отметить в резолюции об обозначенных проблемах и необходимости обновления законодательства и спасения большого количества граждан. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Продолжение следует...